Закономерность Интересно тем, что это именно прогноз смотрится, чтобы в один и тот же период было у вице-президента, ну скажем, вхождение во власть, а на небесах в это время были определенные аспекты, скажем так, потери власти у предыдущего, ну у действующего президента. Вот так вот. То есть, по крайней мере, из четырех случаев, которые я сейчас исследовал, в трех они железно подтверждаются. В четвертом подтверждается, ну скажем, с каким-то оговорками. То есть, такие закономерности есть. Я говорю, это вообще интересная информация вот такого плана. И это можно сказать, вот тогда, когда будет назначен вице-президент, исследуя его гороскоп, можно, по крайней мере, сделать прогноз на опасные периоды действующего президента. То есть, на те периоды, когда вице-президент может стать президентом. То есть, это оказывается, что в это время, это самое опасное время для, ну как бы, что это такое, что если его зам становится, скажем там, властью облекается, значит, что-то, какие-то проблемы с существующим лидером. Вот такие вот интересные исследования есть. И на примере Кеннеди и его вице-президента, эта закономерность очень четко. Кто там после него пришел? После него пришел... Линдон Джонсон. Так, Кеннеди, да, Линдон Джонсон, да, пришел. Он буквально один срок был. И это произошло 22 ноября 1963 года. Там тоже благоприятные аспекты были для вхождения во власть. И одновременно транзиты были хорошие у него. То есть, именно как обретение власти. А хотя сам Кеннеди на очень хороших аспектах был, ну, в большинстве случаев, тут и аспекты смотрю, был, скажем так, короновым или как там, облек власть. То есть, здесь Юпитер не показывает, скажем, факт убийства или что. Он просто показывает, что факт обретения популярности, власти и славы. Вот, понимаете? Ну, даже вот чисто если вот так рассматривать его. То есть, есть другие планеты, которые показывают, что там жизнь отнялась, и поэтому слава другому передалась, там и власть. Это уже другой момент. Ну, тут еще были нюансы, на самом деле, не только как и президентский, имеющий отношение. А его брат, который тоже, в принципе, баллотировался, Роберт Кеннеди, тоже был убит. Его сын, последний, так сказать, из той династии, да, он погиб молодым человеком, он погиб, разбился. Катался, по-моему, на лыжах, я не помню, но разбился в грах. Вот, то есть, как-то вот, как-то вот... Я в курсе, там трагическая какая-то у них, у всей семьи, очень такая трагедия были шли, серьезные. Вот, ну, но, тем не менее, в истории, политической истории Соединенных Штатов, это всего лишь один трагический случай. Были там неудачные покушения на этого, я помню, артиста Романда Рейгана. Рейган, да. Ну, артистом он был, это что-то, ничего такого последнего. Он был, да, даже... О том, что на него были покушения, то есть, это известный факт, но убийства не было, кстати. Ну, хорошо, хорошо, Андрей, давайте мы вернемся тогда уже поближе в наше время. Дело в том, что действительно Билл Клинтон в свое время, он как-то даже чем-то похож, может быть. Как-то вот так, преклоняясь, поклоняясь, не знаю, но он хотел быть похожим и хотел, чтобы его точно так же любили, потому что Джан Кеннеди его любили, нация его любила. Ну, хорошо, давайте вернемся к нашим претендентам на престол, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Ну, давайте мы немножко начали анализировать, вы рассказывали, каковы шансы, будут ли они меняться, чем ближе, скажем, к выборам, тем популярность больше будет завоевываться. Как вы видите по вашим исследованиям? Ну, есть интересные... у меня есть, конечно, вывод окончательный, как бы, моя точка. Мы знаем, что у вас есть, я знаю, но давайте мы интригу оставим на потом, так сказать. Да, я пока не буду его, скажем так, раскрывать, но суть в том, что если мы посмотрим пока на предмет именно вот этого предвыборной гонки... Сейчас, секундочку, вот если Хиллари Клинтон, ее рассматривать в гороскоп и посмотреть, какие показатели у нее есть, ну, вообще в процессе этого всего действия, то сейчас у нее идет благоприятный показатель. У нее в настоящий момент идет хороший аспект Юпитера транзитный, Юпитера у Радикса. Так, сейчас я посмотрю, проверю, чтобы я не ошибался. Да, так, секундочку. Секундочку, сейчас мне некоторые здесь телодвижения сделаю, чтобы мне... Настоящий момент, даже до этого Юпитера, у нее хорошие сейчас показатели, Юпитер делает транзитный 60 градусов к Венере Херону, то есть необщее денежное время сейчас, то есть рост такой ее любви, популярность связанная на любви к ней, на каких-то именно качеств женской ее природы, внешних данных. И дальше эта популярность идет у нее в июле, тоже она как бы вот растет до 28 июля. А вот в период с 28 июля по 5 августа у нее какой-то публичный скандал описан. То есть какие-то будут, видно, против нее всплывут аргументы, факты. И очень неожиданный для нее будет такой поворот. Это в районе середины августа, когда Юпитер делает, транзитный Юпитер делает квадрат к Урану, это неожиданный подрыв авторитета. Вот, ну проследим, что там в августе, какие будут, как вы говорите, скелеты в шкафу, какой там будет показан публике. Ну вот у нее, то есть у нее, у нее сейчас рост идет такой популярности до 20, до конца июля. И практически можно сказать, что большая часть августа, это неудачный для нее период. А уже на период затмений, который будет в сентябре, с 1-го там практически по 12-е сентября, 11-е сентября, кстати, дата для Соединенных Штатов Америки очень значимая, у нее идет очень благоприятный аспект. То есть на период, вот период там какого-то вот нестабильности, каких-то вот этих ситуаций, которые будут именно в сентябре месяце, потому что там затмения, на затмении, как всегда, происходят очень резкие колебания финансовых рынков, какие-то падения индексов и так далее. Особенно перед этим будет. Вот у нее благоприятный аспект. Ну и будет дальше рост идти, в общем-то, вплоть до выборов. У нее все время идет такой увеличивающий рост, за исключением. Сейчас я к 1-го ноября посмотрю, что там. Странный такой показатель, я бы сказал, что, в общем, у нее только август месяц, для нее такой, скажем, Неблагоприятный период. Да, неблагоприятный. И вот период буквально конца октября, там какие-то удачи, успех, тайных манипуляциях, каких-то интригах и так далее. Понятно. Ну, вы знаете, что вот мы общаемся с разными людьми, которым профессионалы в своем деле, в том числе, естественно, и с другими астрологами. И я читаю там достаточно много разных, не, скажем так, не те, которые печатают в газетах, в журналах, какие-то публикации. И вот по предсказаниям, по прогнозам, точнее, аналистов, предполагается о том, что в августе месяце будет какое-то, в общем, достаточно серьезное падение, если мы говорим о финансовых рынках. То есть, стак-маркет или биржа может быть какое-то вот падение. Возможно, это связано. Почему? Потому что, ну, на сегодняшний день все-таки перевес, наверное, общественного мнения в пользу Хиллера Клинтона. И считается, считается так, что Трамп, он очень и очень кардинальный человек, очень резкий товарищ, так сказать. И если он придет к власти, то можно предположить, что политика, так сказать, в Соединенных Штатах, ну, в разных моментах, она может измениться. И так как все привыкли, скажем, к спокойной, более-менее размеренной жизни, любое изменение – это какое-то потрясение, сотрясение и так далее, и падение. Так вот, может быть, это связано с тем, что вот то, что вы сейчас сказали, оно совпадает вот с прогнозами аналистов и даже не астрологов о том, что в августе месяце, возможно, будет вот такое вот падение. Майкл, я больше могу добавить что-то? Добавьте. Парадоксальность выборов, вот современных этих выборов. Ну, мы рассматриваем два основных фаворита Хиллари Клинтона и Дональда Трампа в том, что на дату финиша всей этой эпопеи у них у обоих хорошие показатели в плане того, что нету какого-то горя и разочарования. То есть, кто из них займет первое, либо там, ну, либо проиграет второе место. Причем у них одинаковые, как бы, ну, одинаковые реакции на это. Я стал, когда это вот, потому что обычно должно быть так, у победителя, ну, там, хорошо, он там весь в шоколаде, а проигравший там пеплом голову посыпает. А у Хиллари Клинтона у нее интересная тема, у нее очень выражена тема денег. То есть, у нее вот эти все благоприятные аспекты, они показывают, что, вот я к вашим словам хочу подтвердить, что как раз, что хорошо прослеживается прирост, либо убыль ее капиталов. И если мы смотрим с тем, что действительно за месяц до затмений в августе будет падение индексов, потому что там разворот транзитной петли, которая на небесах планеты Урана с Плутоном, которая формирует мировой кризис, по которому он развеет. То есть, кризис начнет усиливаться. То есть, до августа месяца, как бы, опять будут эти вот идти всякие, знаете, есть аналитики финансовые, которые кричат, мы победили кризис. В общем, их время вот до середины августа, ну, более точные даты я несколько позже озвучу. То есть, сама суть, вот там граница происходит. То есть, пока он распадается, квадрат, кризис, как бы, нас отпускает. Когда он, точка разворота, и начинает сходиться, опять начинается усиление этого... К весне, он сходиться будет, к весне 17-го года. Интернет, наверное, задержка была. Повторите, пожалуйста, вот последние, там, несколько слов, которые вы говорили. К весне 17-го года и далее. Усиление, максимальная точка, вот эта весна, февраль, март 2017-го года, это самое кризисное время для мировой экономики, вообще, политической жизни, вообще для нас всех. И к этому времени, с августа месяца, начнет усиление. То есть, кризис, он... Его формируют две планеты, мировой кризис. Уран с Плутоном. В аспекте квадратура 90 градусов. И так как планеты очень медленные, Уран 84 года вращения вокруг Земли, Плутон, там, 200 с чем-то лет, там, 230-250 по разным источникам. И они, естественно, когда они входят в какой-то аспект, они не как Луна, вот, сделала аспект и разбежалась. Они 10 лет в этом аспекте сходятся, расходятся. Ну, сначала сходились точно, потом все время в таком уже внеточном расходятся. И вот начался он в 2008-м, закончился в 2018-м весной, мировой кризис. Поэтому концовка Плутона, он всегда срабатывает либо на первом, либо на последнем аспекте. Ну, как правило, вот его... И вот как раз один показатель глобальной, скажем, рецессии мировой экономики непосредственно с человеком, который имеет отношение к крупному капиталу. Трамп тоже имеет к крупному капиталу отношение, но в данном случае у Хиллари он очень выражен. И здесь действительно можно предположить, что вот эти неожиданные события, которые в ее гороскопе, то есть по ее гороскопу можно прогнозировать, собственно, падение рынков. То есть если вот вернемся опять к этому... Вот давайте сделаем такой в прямом эфире прогноз, глядя на ее гороскоп. Ну, например, когда у нас там получается этот неожиданный у нее аспект? У нее этот аспект, сейчас скажу, это где-то около 16 августа. Вот плюс-минус несколько дней. Вот, пожалуйста, точная дата падения. По крайней мере, когда те, кто будут работать на понижение на рынке... Ну, посмотрим. Потому что у нее именно показатель, что у нее денег меньше становится. То есть если у нее есть некие акции, значит они будут падать, а значит это будет работать, то есть торговать надо на продажу, если так. Понятно. То есть теперь у нас на стак-маркет, где, в общем-то, я функционирую уже достаточно много лет, индикатором будет являться Хиллари Клинтон и ее, так сказать, репутация. Я, поздавайтесь, сориентирую, я прошу прощения, сориентирую в том, что, в общем-то, будучи, когда Билл Клинтон был губернатором Арканзас, там, ну, у них была компания достаточно серьезная, Clearwater, по-моему, называлась, и там были достаточно серьезные какие-то были нюансы, сейчас не будем вдаваться в эти детали, но это все начало всплывать какое-то время тому назад. Можно посмотреть это, найти, когда это было, вот скандалы с этой компанией, надо посмотреть, интересно, вот по гороскопу тогда что-то было, тогда вот в ее, так скажем, гороскопах, но это, конечно, время, это не сейчас, это не в этом эфире, да. Мы можем комментарии там, это вот на Фейсбуке дописать, мы этот вопрос, этот ответ более спокойно исследовать, и аналогию какую-нибудь. Хорошо, так, значит, будем иметь в виду дату, которую вы обознаете. Да, конечно, да. Да, так вот можно тут понять даже, в какие бумаги она вложилась, вот те бумаги будут и падать в это время, если такой инсайд иметь, было бы вообще здорово. Потому что если смотреть, прийти вот к ее конкуренту, главному Дональду Трампу, у него любопытная картина выглядит, сейчас, секундочку, я сейчас, так, Трамп, вот он, у него интересная картина выглядит несколько по-другому. У него, в принципе, такой показатель, как у Хиллари, произойдет несколько раньше, буквально в первых числах июля. Обратите внимание, а июль месяц у Хиллари очень позитивный, а у Трампа июль просто отрицательный скандал на скандале, и там три таких очень у него удара будут сильных, причем первый будет где-то в период с 29-го, а вот сейчас разворота Марса с 30-го числа до 6-го июля, то есть первая неделя у него падения. То есть в июле будет резкая такая дивергенция такая графиков, скажем, у Хиллари очень сильный рост авторитета и популярности, а у Дональда Трампа очень резкое падение, именно июль. Но это не значит, что Дональд, скажем так, слабый противник, слабый там конкурент, просто судьба такая. И Дональд тоже, Трамп, он человек, который в первую очередь, ну у него, как я понимаю, не столько тема власти, сколько тема бизнеса и денег. Значит, те, собственно, его бизнесы, либо его бумаги, те бумаги, в которые он вложился, в это время будут нести какие-то убытки. Это тоже, потому что ключевая фигура. Я вот не зависаю, нет, то что-то у меня... Ну, картинка зависает, но голос звучит. Так вот, любопытная деталь другая, что в августе, как раз ровно на те периоды, когда у Хиллари Клинтона отрицательные показатели, у Дональда Трампа идет рост, в общем, и красоты, любви, и успех, удача в карьере. То есть, ну если так, я такими шаблонами астрологическими описываю, то есть, он и финансово, и карьерно начинает расти. То есть, мы видим два периода. В июле у Хиллари идет вверх, у Трампа вниз показатели, а в августе разворачивается все в диаметральную сторону. В августе происходят некие нестабильные события, впрочем, даже вот сейчас, который был террористический акт в этом клубе... Калифорнии? Да, да. Это же на руку, кстати, вот эта вся нестабильность, если так говорить, она на руку Дональду Трампу, ну его как бы программе политической. То есть, мы видим, что если будут какие-то показатели нестабильности, то в это время будет выигрывать, скажем так, это на руку кандидату, который, скажем, эту энергетику как-то вот описывает. А Хиллари, она описывает как-то непарадоксально, хотя многие связывают там с войной и так далее. Она больше описывается, скажем так, мирным временем. Но так как в августе происходит разворот планет кризиса в сторону ужесточения мирового кризиса, то начинается глобальный тренд, которым, скажем, волна, которая, скажем, как бы выносить начинает Дональда Трампа наверх. Понимаете, это его как бы такая, ну, более большая волна. То есть, если вот так описать волнами, есть маленькие волны, ну, как часовая стрелка, минутная, секундная. То есть, начинается час Дональда Трампа, да, до этого там минутки какие-то шли, вот, и стратегически. И вот здесь, то есть, Трамп до августа, иными словами, до августа месяца Дональд Трамп будет отстающим, каким-то скандальной популярностью. То есть, он что не скажет, все будет против него сказано там, либо как-то переиначено. Его будут, вложения будут нести, ну, какие-то убытки там и так далее. А вот в августе, как раз, когда произойдет период нестабильности, период какой-то повышенной турбулентности в экономике, он на коне будет. То есть, у него начнется рост. И вот как раз к выборам этот рост, он как раз и усиливается. Хотя вот именно на период самих выборов, там показана какая-то скандальная информация, что-то там, сейчас, секундочку. Нет, это еще скандальная информация перед выборами будет. Смотрите, у него период октябрь месяца ознаменован середина октября скандалом. Но перед выборами у него включаются мощные процессы, особенно конец октября у него очень сильный. И самое главное, что показатель, что на конец ноября, начало декабря у него происходит Юпитериар. А это Джокер, скажем, в выборной системе, это когда транзит на Юпитер идет по Юпитеру. К чему? Например, у Хиллари Клинтон такой показатель, который происходит один раз в 12 лет, произойдет только в 2018, в конце 2018 года. А вот я поэтому и говорю, что мало того, показатели другие на дату инаугурации, которую я обычно прогноз строю, также для Трампа у него больше показателей на победу, чем у Хиллари Клинтон. Андрей, скажите, если идти от обратного, допустим, ну мы знаем, что если побеждает Трамп, то по прогнозам многих политиков, аналистов, будет большое изменение во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, что, естественно, отразится по всем мире. Вот есть ли у вас какая-то проследить, вы можете, что произойдет, допустим, начиная с 2017 года? Изменится ли ситуация на политическом небосклоне, скажем, после 2017 года? Изменится ли она кардинально, изменится ли она, ну, совсем, в общем-то, незначительно? Вот если да, тогда можно предположить от обратного идти, что тогда побеждает Дональд Трамп. Ну, по логике. Да, ну, сейчас я расскажу свое видение, точку зрения. Я сейчас рассказываю с позиции астрологической, не с позиции, скажем, аналитиков каких-то там... Я тоже не аналитиков. Это я беру... Мы убираем аналитиков, а просто с позиции астрологии меняется ли ситуация в мире в 2017 году. Если она... Если... Если 2016 год и 2017 год, изменения в 2017 году, серьезные изменения по сравнению с 2016, 2015 и так далее. Ну, во-первых, я же уже озвучивал, что мировой кризис еще не окончен. Он где-то оканчивается, где-то его окончание показано на весну 2018 года, когда будет последний, сходящийся в орбисе 6 градусов аспект квадратуры. Кстати, меня часто, ну, не критикуют, скажем так, а оппонируют, говорят, ну, нет уж точного аспекта между Ураном и Плутоном. Я говорю, уважаемые, посмотрите дату 1 августа 2008 года, когда начался мировой кризис, в каком орбисе эти были планеты. Обычно после этого комментарии прекращаются. Нет, точный, но около 6 градусов. Но дело в том, что орбита Плутона, она находится в другой плоскости, она не в плоскости эклиптики находится, она находится в какой-то там 23 вроде градуса, я уже сейчас наскыдку не помню, астрономический показатель. То есть она не в плоскости, вот, вращения Солнца, она в другой плоскости, и при проекции на плоскость натальной карты, которой астрологи работают, происходит расхождение, то есть люфт. То есть там реальное положение планеты, когда оно срабатывает там в космосе, в трехмерном измерении, оно не точно отображается на двухмерной проекции. И поэтому орбит допустим. Ну, собственно, почему он и откуда это слово вообще берется? Орбит – это, скажем, там градусы, в которых мы допускаем погрешность точности там расчета. По факту эта работа идет, ее происходит. Поэтому, а какая задача вот этого самого проекта по мировому кризису, скажем, во-первых, Уран – это планета революции, перестройки, Плутон – это планета корпоративных, вообще крупных финансов. И конкретная конечная цель мирового кризиса – это, как это звучит, может быть, там страшно или как, это, скажем так, уничтожение денег, скажем, маленьких всяких, их принудительная, скажем, реформа на единую наднациональную валюту. К чему? Ну, как бы, генеральная линия. То есть, поэтому, если мы в этой, кстати, вы обратите внимание, что вот на Форексе кто торгует, в последние несколько лет вот эти основные валюты приравнивают к курсу доллара. Вот они где-то около 1, 1, там, 1 к 1. Ведь раньше, например, что было, какой был курс евро и доллара? 1 к 1,5. Ну, там евро было, там практически коэффициент 1,5-1,4 по сравнению к доллару. Сейчас 1,12. То есть, где-то вот здесь рядом, швейцарский франк, там от 0,9 до 1,1 ходит, гуляет. И вот к вопросу о голосовании, которое произойдет на днях Великобритании, по поводу выхода из еврозоны Великобритании или нет референдума, мы можем предположить, что если в этом тренде, то есть идет опускать, ну, либо на уровень коэффициента с долларом выравнивание валют национальных, потому что, когда переход на одну валюту, единую, надо приблизительно их, как бы, курсовую, такую стоимость одинаковую сделать. Фунт должен быть приблизительно равен по цене к доллару. Сейчас фунт очень дорого, гораздо дороже доллара. Сколько там, подскажите мне, если там где-то 1,6? Нет, 1,45. А уже меньше стало, 1,45. Ну, где-то в полтора раза. То есть, как евро был там лет 10 назад, да? Евро начало торговать, вообще евро появилось в 2000 году, это получается. Было максимум, было, по-моему, 1,46. Ну, я и говорю, приблизительно говорю, 1,5 коэффициент, а фунт был выше. Я помню, фунт был выше. Он был около двух даже. Даже около двух был. То есть, тренд, обратите внимание, тренда генерального фунта на снижение. То есть, у него видно два выхода. Либо добровольно-принудительно его будут снижать, либо какие-то эксцессы могут происходить в стране, в результате чего будет падать эта национальная валюта. Я уже, как бы, догадайтесь сами, посмотрим, что там может происходить. Но сам факт, то есть, отвечая на ваш вопрос, глобально, глобально выравнивают все валюты. Потом следующий этап перехода на валюты, скажем так, континентальные, то есть, евро-зона евро, афро-афро. Кстати, в Америке известная Амера, которая уже там периодически засветилась, и когда рассказывают, что будет объединенная валюта для США, Канады и Мексики, ну, для американского, возможно, там и Южного континента, имею в виду Южной Америки, вот, то, в принципе, это как бы в эту логику входит. Что перед тем, как перейти на единую национальную валюту, то есть, не 160 разных валют, которые в настоящее время, приблизительно такое количество, их присутствует в мире. И это много, это технически очень много проблем правильно перейти. А сначала укропнение региональное, там, допустим, вот смотрите, Европа, Африка, Америка и в Азии, наверное, там юань какой-нибудь будет. Вот Австралия, ну, тут посмотрим, к чему она там, может, Австралии, в какой-то океане будут свои валюты еще. То есть, будет 5-6 таких наднациональных валют, которые проще как бы свести потом к одному такому показателю. То есть, вот это глобально к чему идет. А раз так, то значит, тенденция дефрагментации старого мирового порядка будет продолжаться. Потому что уран – это перестройка, революции, Плутон – кризис, глобальные процессы, аспект квадратуры – это говорит о том, что это деструкция. То есть, национальную валюту строить какую-нибудь вот на этом аспекте, ну, скажем, астрологически крайне противопоказанно. Она будет строиться где-то вот валюты, где-то 2025 год, когда будут между этими аспектами благоприятные аспекты. То есть, а до этого времени будет, как я понимаю, демонтаж старой вот этой системы товара-денежной, ну, как бы финансо-экономической модели. И вот она, то есть, ну, не знаю, насколько я полновесно, полноценно ответил на ваш вопрос. То есть, суть в том, что дальше будет дефрагментация старого мирового порядка происходить. То есть, сначала разбирают старое здание на кирпичики, потом из него строят новое что-то. То есть, вот по этой аналогии. Поэтому я часто и отвечаю при консультациях на вопросы, что если вы видите, что идет снос старого здания, ну, как помните, такие были лозунги строительные в советское время не стой под стрелой вот такого характера. То есть, опасно, могут упасть какие-то там на голову конструкции сносимые. То есть, будьте разумны, если вы видите, вот об этом посыл такой. Понятно, понятно. Андрей, картинка, во-первых, у нас уже давно замерзла, то есть, меня как бы еще видно, вас уже нет, но зато голос слышен, так что, ну, это самое главное. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Время в эфире у нас неумолимо приближается к концу. Мы должны заканчивать скоро нашу программу, потому что буквально через 15 минут у нас новая программа, тоже, кстати, с астрологом, но уже с ведическим астрологом. И тема у нас совсем другая, не такая резкая, кардинальная и политическая тема, наоборот, очень мирная. Это о женщинах, это о луне. Так что, те, кто нас слушает, пожалуйста, продолжайте слушать и присоединяйтесь. Анна Ласточкина, Таиланд у нас будет в эфире, и Эрита Борт, Холисий Холскоуч. Но мы, наверное, да, мы должны заканчивать нашу программу. Я просто хочу еще сказать о том, что мы планируем с Андреем проведить программы какие-то, ну, периодически, более-менее, по финансовым вопросам. То есть, именно валютный рынок, какой-то индексы, финансовая, что ли, астрология. Ну, вот, надо найти просто время, поскольку Андрей очень серьезно занят. И, Андрей, я вас благодарю за то время, которое вы нам уделяете в эфире. И мы очень рады вас видеть и слышать на экране. Сейчас пока еще раз, вот, я вас вижу застывшего. Слышим. Да, но голос, голос у нас есть. Если у вас что-то еще добавить, и мы встретимся, мы сделаем одну, да, мы говорили внеочередную, что ли, программу, буквально через несколько дней, когда 23-го, послезавтра мы можем сделать, в четверг, по-моему, да, мы с вами говорили. Ну, да, не долго, потому что у меня выступление будет 23-го вечера. Дорогие друзья, еще раз, вы можете всю информацию получить www.sangaysradio.com 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 была, так сказать, разрезана на много частей и там легче слушать, то есть это 4-5-6 минут это конкретно о конкретном каком-то президенте и его нумерологическом, то есть астрологическом прогнозе. Ну, мы так и оставили пока интригу, кто же будет по прогнозам будущим президентом, но у нас еще много эфиров впереди, поэтому следите за, как у нас говорят, за рекламой, хотя у нас рекламы на нашем канале нету. Андрей, спасибо большое вам. Я вас благодарю. Да, да, спасибо и до новых встреч, всего доброго ну и хорошего дня вам. Всего хорошего, до свидания, уважаемые радиослушатели, до свидания, Майкл, хорошего дня вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok